Рыба Морзе 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 И именно поэтому, когда ребята из дискотеки ЮНОС обратились к нам за помощью, мы, естественно, откликнулись на их просьбу. И по мере возможности дали им материальную и информативную помощь. Для меня безопасный секс — это практически половина моей сегодняшней жизни. Часто ли ты пользуешься презервативом? Дальше. Следующий вопрос. А почему ты не всегда им пользуешься? Ну, потому что всегда им пользоваться не получается. Многие говорят, что им просто не нравится пользоваться презервативом. Как тебе это? Мне вообще все очень нравится. Я очень многие вещи люблю. И поэтому я считаю, что здесь ничего плохого нет. Ситуация такая, что вот я, к примеру, встречаюсь с Катей, я хочу, значит, с ней там переспать, допустим. И вот мне как-то неловко, допустим, подойти. Вот я комплексую. Сказать, как хотелось. Понимаешь, это вопрос в том плане. Я скажу, кто хочет, он стесняться не будет. Понимаешь, он создаст условия, то есть взаимопонимание. Это обычно бывает в непринужденной случайной обстановке или в порыве там страсти. Вот, вот, вот. Ну, бывает же комплекс людей, бывает же какой-то психологический барьер. Ну, пусть всю жизнь комплексует. Ну, вот вы. Это его проблемы. Это его проблемы, понимаешь? Не, ну, скажите, что это его проблемы. Не надо так. Хорошо. Большинство членов клуба ЮНОС относится к среде студентов. А студентам, как известно, не всегда доступны контрацептивы какие-то очень дорогие. Какие есть бытовые средства контрацепции? Ну, я не думаю, чтобы презерватив стоил так дорого, наш, советский. То есть не обязательно гоняться за импортом. Но, тем не менее, средства, которые сейчас контрацептивы, неестественно дорогие. Тем не менее, существуют средства бытовые, так будем говорить, для контрацепции. Это обычный ломтик лимона, это таблетка галаскорбиновой кислоты, это различные дешёвые наши спермоцидные пасты, это, в конце концов, спринцевание кислыми растворами. Но я думаю, что эффект от них, естественно, меньший. И поэтому надо стремиться к более современным способам контрацепции. Каждый человек, который пытается видеть, beyond your own time, each person who tries to see, beyond your own time, each person who tries to see, beyond your own time, where are you? What are you doing now? What are you doing now? Who tries to see, beyond your own time, next week? Can I never break down? Can I just come back from my own time now? What are you doing now? Can I never break down? Sorry. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Акция, проведенная сегодня вами, это дань моде или что-то другое? Мне кажется, это отображение сегодняшней реалии, потому что молодежь живет своей жизнью, и мы должны... Нет, мы ничего не должны, разумеется, мы просто хотим, чтобы молодежь жила грамотно. Вот и все. Я думаю, это ни в коем случае не дань моде, это то же самое, что и борьба за экологию, это очень серьезно, мы боремся за свое здоровье, мы боремся за своих будущих детей, мы оберегаем себя от этой страшной болезни. Никак не дань моде. На входе выдавали презерватив, ты знаешь, как им пользоваться? Да. Как? Как описано в инструкции. В какой инструкции? Ну, которая распространена. Ну, ты-то как им пользуешься? По назначению. Очень хорошо. И как часто? Постоянно ли ты им пользуешься? Нет. А почему нет? Ну, мы предпочитаем другие виды защиты. Например? Иную контрацепцию. Ну, какая, какая? Ты скажи. Похватывайся. Ну, это очень интимный вопрос, чисто, как сказать, вопрос. Ну, что там, ломтик, лимон, таблетки. Бог с тобой, что такие? Такая экзотика. Нет, все гораздо проще на основном медицинском уровне. Что для тебя безопасно секс? Секс, не имеющий дурных последствий. Девственность мужчины и женщины. Эта проблема в наши дни еще стоит? Я думаю, что в некоторых случаях, да. В каких именно случаях? Ну, в общем-то, существует еще старое понятие среди девушек чаще всего, что начинать надо половую жизнь с началом супружеской жизни, то есть с момента заключения брака. Это вы имели в виду? Да, только я не думал, что в Ижевске еще более актуальна эта проблема. Так, ну, тем не менее, по, в общем-то, данных многих сексологов, и это сейчас дуновение последнего времени, что многие все-таки предпочитают и рекомендуют, значит, прежде чем заключать брачный контакт, контракт, будем так говорить, нужно узнать сексуального партнера. То есть до брачной связи, в общем-то, не игнорируется. Ты часто пользуешься претервативом? Или предпочитаешь другие способы контрацепции? Ну, я вообще люблю разнообразие. Ты экспериментируешь с противозачаточными средствами? Эти эксперименты могут плохо кончиться. И как ты выходишь из ситуации? Как я выхожу из этой ситуации? Ну, я стараюсь не попадать в такие ситуации, когда мне приходится расплачиваться за последствия. Ты ни разу еще не расплачивалась за последствия? Нет. Ты надеешься, что в будущем при твоем разнообразии тебя не постигнет никакая болезнь? Плюнь через левое прилечу. Молодежь очень много говорит о том, что она сексуально грамотна, а на самом деле эти знания поверхностны. Как твоя грамотность сексуальная? Я очень грамотная сексуально. Не секрет, что сейчас очень многим юношей и девушке, так сказать, очень рано вступают в половую жизнь. Вы считаете это нормальным явлением? Ну, если с точки зрения медицинской, это, конечно, ненормальное явление. Ну, а в том плане, чтобы подобрать себе сексуального партнера на всю жизнь. То есть не значит, что я пойду искать себе супруга и буду, в общем-то, среди многих-многих партнеров. Естественно, какое-то чувство должно к этому человеку. То есть не допускается до брачной связи для того, чтобы подобрать себе мужа на всю жизнь. Потому что семейная жизнь, ну, более чем на 80% зависит от сексуальных связей в семье. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Партнеры, молодые люди, не удовлетворяют друг друга в сексуальном плане. Что бы вы могли как сексопатолог посоветовать им в этом случае? Обратиться к сексопатологу для того, что он попытался помочь партнерам, выяснить причину их сексуальной дисгармонии. Это может быть не заболевание, а ещё раз говорю, чаще всего в 70% это неумение правильно заниматься сексом или просто непонимание друг друга. Допустим, есть предположение, что девушка всё-таки беременна. Как ей это проверить, куда ей обратиться, что вы можете посоветовать в этом случае? Вот по этому вопросу очень интересная ситуация сложилась. Мы, специалисты, считаем, что мы так много говорим о контрацепции, о ранних беременностях, сроках, что все об этом уже знают. И вот когда ребята из дискотеки ЮНОС обратились к нам, оказывается, даже среди студентов, которые так много всего знают, некоторые не знают, что существуют специальные тесты для ранней диагностики беременности. Тесты эти сейчас в каждой аптеке можно приобрести. Кроме того, существуют различные методики для прерывания ранних сроков беременности. Как часто ты пользуешься презервативами вообще? Какая периодичность твоих сексуальных связей? Ну, по-разному бывает, но достаточно часто. Презервативом ты часто пользуешься? Достаточно. Ты умеешь им пользоваться? Умею, конечно. Кто тебя научил? Кто меня научил? Молодежь просто говорит о том, что она сексуально грамотна, а учится по дешевым порнофильмам. Ты там же получил информацию? Конечно же нет. А где? Вас учили в школе? Нет, конечно. Но ты считаешь себя сексуально грамотным в твои годы? Достаточно. Творчество твое музыкальное и секс – это совместимые вещи? Абсолютно совместимые. Ты на репетициях занимаешься сексом? Нет, не занимаюсь, но в общем-то... До, после? После. И что ты можешь посоветовать слушателям программы «Рыбоморзе» как самым молодым членом клуба «Юденс»? Правильно, пользоваться противозачаточными средствами. Тебе выдали презерватив, тебе это понравилось? Презерватив, конечно, не очень качественный. Но все же сама акция обещает желать лучшего. Какие презервативы ты предпочитаешь? Презервативы? Хорошие, конечно же, качественные в первую очередь. Ты знаешь о каких-то других способах контрацепции? Конечно знаю. Ты не боишься заболеть спидом? Нет. Почему? Ну, я правильно пользуюсь контрацептивами, предохраняющими средствами. Как ты относишься к бисексуальной любви? Бисексуальной абсолютно нормально. Если у человека есть потребность к бисексуальной любви, то это нормально, в общем-то. Я считаю. Что для тебя сексуальная безопасность? Сексуальная безопасность для меня... А вообще, что за вопрос? Непонятно. Сексуальная безопасность — это и есть сексуальная безопасность. Ты знаешь, как пользоваться презервативом? Конечно знаю. А ты гость? Да. И как? Отлично, хорошо. Некоторые считают, что без презерватива лучше, как ты. Ну, в общем-то, да, может быть. Как ты выходишь из положения? Ну, я стараюсь все-таки предохраняться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! В разговоре с тобой ты как-то заметил, что презервативом неудобно пользоваться. Какие способы контрацепции ты применяешь и как вообще выходите из положения? Честно говоря, субтитры Алексею Дубровскому! Честно говоря, не знаю, но, пожалуй, нет. А если, к примеру, не постоянная подруга? То есть это и есть презерватив. То есть в этих случаях ты пользуешься? То есть, честно говоря, хочу заметить, что презервативы, которые распространят ваша контора, то есть это очень крутые презервативы. Ты пользовался более плохими презервативами или столь хороши эти? О, нет, 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 нет. То есть я презервативом вообще не пользуюсь по жизни. То есть это моя карьера, грубо говоря. Ты приехал из Камчатки. Как сексуальная безопасность вообще в других городах? В других? Ну, везде по-разному, конечно. Ну, вот как у себя дома, так, ну, пользуются презервативом, конечно, не все, но это стараются. Ну, не взять презерватив, ну, чем угодно, ну, стараются. Чем еще угодно? Ну, не знаю, там, колеса, таблетки, там, ну, ну, что, вот так вот. Как могут, кто что может, умеет приобретать, не знаю, ну, так вот. А ты сам что предпочитаешь? Я презерватив. Ну, антиспит, это, конечно, все классно, акция кондома, это тоже все здорово. И то, что вы нам помогли, конечно, вам большое спасибо за это. Но вот планируете ли вы в дальнейшем с нами сотрудничать? Если акция кондом, естественно, была не разовая, и она заключается не только в раздаче презервативов, а имеет более такую серьезную основу, естественно, мы будем оказывать всю посильную от нас помощь. И информативную, и материальную. Общегосударственная программа антиспит очень большая и колоссальная. И презерватив, и та акция, которую вы проводите, это маленькая толика, маленькая частица этой большой программы. А из маленького всегда складывается великая. Наиболее подвержены сексуальным взаимоотношениям, естественно, молодежь. Ну, секс — это любовь, а любовь без секса невозможна, а поэтому секс должен быть безопасным. Теперь каждый, приходя на Юденс, будет получать совершенно бесплатный презерватив и буквально-таки всю необходимую информацию по вопросам сексуальной культуры. Мы надеемся, что сегодняшняя акция будет преследовать такую цель — любовь. Романтично, а болезнь — нет. 19 августа, Юденс, зона безопасного секса, акция продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИТО ДИНАМИТО